Всем привет, с вами вновь Фонтан Логвинов. Некоторое время с вами не виделись, знаю, особенно с теми из вас, кто смотрит только мои обзоры про кино. Так же получилось, что был у нас большой игровой сезон, и на фильмы пришлось подзабить. Но вот на этой неделе сам Бог велел, потому что слишком много блокбастеров выходит, и среди них Бамблби, мимо которого, сами понимаете, я пройти ну никак не мог. Бамблби, что ты натворил? Черт, я влипла. Ну и на самом деле печально выходить из кинозатищья с обзором вот такого вот фильма, потому что, ну, Бамблби лично моих надежд никак не оправдал. Тизеры и трейлеры лично мне очень понравились, потому что они были, ну, милые такие, и обладали привкусом кинофильмов 80-х, что сейчас довольно в моде, и сам Спилберг, в общем-то, отлично выступил в жанре, сняв, наверное, один из лучших фильмов 80-х, выпущенный в 2018-м. Я имею в виду первому игроку приготовиться. И здесь же он был продюсером, как и Майкл Бэй, и отцы франшизы. И лично мне очень хотелось, чтобы все получилось, но, увы, Бамблби — это такой очень плохой фильм, семейный фильм из 80-х, в котором очень все плохо с сюжетом, с мотивацией героев, а все эмоции абсолютно натужные. И на самом деле желание создателей фильма зацепить именно детскую аудиторию, начать воспитывать новое поколение поклонников «Трансформеров», ну, оно понятно и очевидно, но, блин, делайте это хорошо, тем более, что у вас, в общем-то, люди из Стивена Спилберг, которые все это прекрасно умеют, которые, в общем-то, во многом зародили жанр такого детского sci-fi кино. Но тут, увы, такая тупая получилась студийная работа. Позвали режиссера Тревиса Найта, который до этого, в общем-то, занимался анимацией в мультиках, был, например, «Ледом на Каролине». Написали совершенно классический сценарий про дружбу инопланетянина и маленькой девочки, и, естественно, про плохих военных, которые, в общем-то, за этим инопланетянином мотаются. Сейчас, возьмите его! Ру! Нет, не бегай! Не бегай! К сожалению, желание сделать здесь какое-то вот хорошее кино, ну, здесь вообще не видно. Так же, как и желание качественно рассказать, сделать приквел к трансформерам Майкла Бея. Потому что, на самом деле, единственное, что связывает все вот это с предыдущими фильмами, это то, что в конце все-таки Бамблби и Жука трансформируются в Камара. Ну и объясняют, как он, в общем-то, начал разговаривать эфиром радиостанции. Все остальное, скорее, не дополняет Мор киновселенной, а его разрушает и противоречит тому, что было в предыдущих фильмах. С этого момента никто не должен тебя видеть. О, нет, не стоит. Да и бог бы и с этим, принеси они все это в жертву, да, вот собственной интересной истории. Но, опять же, нет. Весь фильм я сидел и, в общем-то, говорил, ну, не верю. Не верю я, что Бамблби, сбежав от галактической войны, попал на землю и стал сразу добрым. А когда его нашла маленькая девочка, он моментом превратился в маленького щеночка, который там строит глазки и боится окружающего мира. То есть никакой мотивации у героев нету, никакие трансформации, которые с ними происходят, вообще никак не объясняются. Единственное, кто из актерского состава, в общем-то, старается, понимая, видимо, что это ее звездный час, это главная героиня. Потому что девочку нашли действительно талантливую, которая вот единственная. Прямо по глазам, мимике, всему видно, что она пытается поверить, что у нее есть этот инопланетный друг-робот. Кто-нибудь придет тебе на помощь? У тебя есть семья. Кто? Я? Все остальные, ну, просто бездушные декорации находятся там вообще в сценарии. Такое ощущение только потому, что, ну, вот есть некая уникальная, стандартная лекала семейного кино 80-х, и вот по ним туда внедряли персонажей, включая сайдкика девочки, которые, о, сюрприз черный, и непонятно, вообще непонятно, никак не мотивированы, что он там делает. За весь фильм говорит 2-3 фразы, и, в общем, пытается, конечно же, смешить, но у него это не сильно получается. Причем практически весь фильм чувствуется, что, ну, сами сценаристы не знали, как увязать вот ветки, которые происходят сюжетные между автоботами и десептиконами, и как туда вообще вернуть людей, чтобы у них было какое-то экранное время и был какой-то сюжет. И выглядит это очень натужно. И вот это главный вопрос к создателям фильма. Почему, берясь за фильм вот именно в духе 80-х, который должен быть сентиментальный, искренний, почему вот они настолько плохо делают свою работу? Потому что и так такие фильмы в наше время продавать, ну, очень-очень сложно. У нас век абсолютно циничного кино. Если вы делаете что-то сентиментальное, то делать это хорошо. Но в данном случае, увы, клише на клише, клише погоняет. Еще и нарисовано все это отвратно, ужасно. Конечно, даже не нужно сравнивать с большими трансформерами, да, особенно с первыми двумя, которых я единственными, на самом деле, считаю нормальными фильмами. Но там ты хотя бы во все вот это верил, да, верил и в трансформерах, во все остальное. Здесь все нарочито, игрушечное. Возможно, специально, чтобы продавалось это лучше детям. Но опять же, дети любят, чтобы было круто. Да, здесь вообще не круто. И вопросов, опять же, дофига и больше. Почему трансформеры, когда сражались на Кибертроне, выглядели уже в форме земных машин? Хотя, в общем-то, и по лору, и в оригинальном фильме, ну, показывали, что на Кибертроне они, значит, были в своей изначальной форме все. И была прекрасная, да, игра от «Хайман Студиос», которая показывала, что автоботы времен «Воин за Кибертрон» были совершенно другими. Ну, в общем, говорю, с точки зрения лора, этот фильм, он скорее не дополняет, а все портит. «Бамблби, есть только один способ покончить с войной. Ты должен защитить обитателей Земли». В общем, совершенно не знаю, зачем тратить на это кино свое время и деньги. Единственное, для чего «Бамблби» сгодится, это вот показывать его по телеку, не знаю, в новогодние праздники, чтобы он фоном играл и создавал натужно свою вот эту уютную атмосферу 80-х. Кое-что, кстати, вот в этом пункте им реально удалось. Много моментов из эпохи, что, естественно, радует, но не заменяет того, что все-таки фильм, ну, очень слабый. Черт, я влипла. На этом все. Спасибо, что смотрели. Не идите в кино, нехер там делать. Тем более, что альтернатив очень и очень много. На самом деле, нужно было заподозрить, что с «Бамблби» что-то не так, когда я глядел на расписание киносеансов, и там, в общем-то, в картине, ну, три сеанса в день практически во всех кинотеатрах отводится. Это на что-то донамек. Где в «Оптимус Прайме»? С вас лайк, если понравилось рассказать, хотите, чтобы я еще про фильмы рассказывал, а то запустили мы это дело. Вот сейчас вернусь. Пишите в комментах, что думаете, как вам зашел фильм, и как вы думаете, будет ли вообще хоть какое-то будущее у франшизы «Трансформеры». Ну, и увидимся в самое ближайшее время, через несколько секунд, если нажмете на какой-нибудь другой ролик. Счастливо! ИС-127, ты должен защитить обитателей Земли. Беги! Даже не думай! Убежала. Убежала. Продолжение следует...